Салам, дорогие, с вами Рус! Сравнительно недавно в большинстве чатов в Телеграме проскользила инфа, что запускается новый лаунчпад на Binance, и это будет 30-й лаунчпад. Попал такой крутой проект как Space ID, о котором я вам расскажу в сегодняшнем видео, а также хотелось бы рассказать, как правильно пройти все этапы, чтобы получить аллокацию с наибольшей вероятностью. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш Телеграм-канал, здесь мы публикуем информацию о самых новых и сочных аирдропах, а также отчитываемся о своих результатах в тех проектах, в которых сами участвуем. И давайте будем приступать! Прежде всего, я начинаю изучать проект на лаунчпаде, хочу вас уведомить, что крайне вероятно, что в момент, когда проект публикуется публично, существует довольно-таки много скама. Он проявляется в разных манерах, например, это может быть покупка какой-то монеты, которая по факту будет на лаунчпаде, но на панкейке, либо же закрытая какая-то аллокация через сам сайт проекта, либо же, как я даже видел, покупка токеном, который называется один в один ровно так же, как и называется на лаунчпаде. Но только вы его не можете вывести, вам говорят, вы его выведите обязательно, как только лаунчпад закончится. Ребята, самое важное, что стоит понимать, лаунчпад это первичный запуск монеты, она еще нигде не продается, нигде не публикуется, и проекты не просто так заводят его именно на такие крупные биржи и проводят распродажу здесь, по той причине, что это как минимум выгодно, а как максимум безопасно. Поэтому прежде всего, когда вы начинаете изучать какой-то проект, здесь есть все ссылки, которые вам могут быть нужны. Давайте, наверное, начнем с веб-сайта. Сайт нас встречает довольно-таки интересным описанием, обнаружить, регистрация, торговлю, управлять, единое место для цифровой идентификации. Но спешу вас заверить, что прежде всего данный сайт посвящен именно продаже доменов. То есть, что имеется в виду? Вы можете как купить чей-то другой домен в сети BNB, Ethereum или же Arbitrum, а также, помимо этого, можете зарегистрировать свой личный домен. Давайте сразу приезжу кошелек, чтобы вместе, если что, какие-то моменты можно было бы посмотреть. Также на сайте уже есть разные коллекции, мне даже интересно глянуть, что это такое. По своей сути, это продажа активных доступных доменов, которые были выпущены в определенный промежуток времени, либо же с определенным номером. То бишь, в данном случае, в данной коллекции продаются все домены, которые были выпущены с 0.00 до 9999. То бишь, здесь можно купить, например, 2724, 4874 и так далее и тому подобное. И, по сути, если для вас данный домен что-то значит, это выглядит довольно-таки круто. Как я понимаю, ровно такие же коллекции есть, вот, например, до 1000, либо же до 999. Также такая коллекция есть по BNB и по BNB еще есть коллекция до 100 тысяч. Вот, да, например, здесь конкретно коллекция 528, 831, 216. И где-то, наверное, существует домен 1 или 100, которые должны стоить просто сумасшедших денег. В чем же, по сути, функционал сайта? Прежде всего, вы находите какой-то домен, который либо занят, либо не занят каким-то пользователем. Впоследствии вы его регистрируете на себя, на свой личный кошелек, он привязывается лично к вам. И в дальнейшем вы можете либо им пользоваться, либо им торговать. В чем преимущество использования доменов? Что сейчас многие сети, которые довольно-таки давно уже существуют на рынке, стараются избавиться от классического номера кошелька и перейти на номер пользователя. Что в какой-то мере должно облегчить процессы транзакции от пользователя к пользователю. Но, как по мне, на текущий момент данный товар не совсем полноценен, по той причине, что мне ничего не мешает скопировать адрес кошелька и вставить его в строчку отправки. Но, тем не менее, данные домены пользуются большой популярностью, поскольку в дальнейшем на этих доменах можно будет регистрировать свои проекты, сайты, что в какой-то мере должно так или иначе привлекать дополнительных инвесторов в блокчейн. Исходя из этого, крайне популярным становится покупка каких-то доменов, которые принадлежат названием компаний, либо же сектору, либо же конкретному действию, либо же, например, какой-то упрощенной версии существующего понятия, как, например, не называть название банка, а просто слово банк. Стоит также понимать, что конкретно домены имеют мало общего с криптой, но имеют очень большой потенциал в сфере Web3. Поскольку Web3 это более усовершенствованный механизм поиска и интернет в принципе, то на таких веб-сайтах и доменах могут быть развернуты сумасшедшие вещи. Ну и, как мы видим, еще в дальнейшем у проекта есть крутые планы объединить несколько, например, разных блокчейнов, соцсетей, все в один домен. И это все, скорее всего, будет производиться в рамках как раз Space ID. То бишь, в дальнейшем вам не нужно будет привязывать свой Twitter отдельно, свой Discord отдельно, свою почту отдельно. Все это уже будет вкручено в один домен, и вам будет достаточно просто зайти на любой сайт, подключить свой домен, как свой кошелек, и у вас все будет уже подкручено, подвязано. В какой-то мере это выглядит очень круто, в особенности, когда вам нужно делать дофига разных глимов, или же крюшек, и вы стараетесь все успеть везде-везде заскочить. И вот как раз такие моменты иногда затрудняют вашу работу, когда, например, на верификацию требуется час. И вы просто час сидите и наблюдаете за тем, как ваше время убегает. Также, помимо этого, крутым потенциалом, как мне кажется, в данном направлении будет развитие одного бренда, когда по одному домену можно будет найти и кошельки проекта, на которые можно перевести деньги в дальнейшем, так и найти его соцсети и вообще каналы коммуникации. Как я уже говорил давно, смотреть white paper проекта, который скоро выйдет на Binance, относительно бессмысленно, поскольку команда биржи самостоятельно провела эту проверку и убедилась, что на самом деле проект интересный, его можно выпустить на лаунчпад. Поэтому давайте будем уже переходить к самому лаунчпаду, а также разбираться, что вообще здесь надо делать. Для тех, у кого нет аккаунта на Binance, прежде всего перейдите по ссылке в описании, там как раз есть ссылка на регистрацию. По регистрации по данной ссылке вы также получите ряд торговых бонусов, которые сократят ваши комиссии, а также подарят вам еще различных купонов. Помимо этого, для того, чтобы пользоваться полным функционалом биржи, вам требуется пройти процесс QoS, состоящий в среднем из двух-трех этапов. Прежде всего, первый этап QoS, это когда вы вводите все свои данные руками и отправляете на проверку. Второй этап QoS, когда вы прикладываете свои документы. В частности, это может быть, например, паспорт, либо же водительское удостоверение. И впоследствии крайним этапом вашей верификации должен стать proof of address, в котором вы должны приложить последний счет от какой-либо компании, который обслуживает ваш адрес, либо вашу конкретную квартиру, как, например, это может быть интернет-компания. И срок действительности данного договора не должен быть старше 180 дней. Как только вы пройдете процесс верификации, и у вас появится вот такая вот галочка, как здесь в лаунчпадах, так и в своем профиле. Вот здесь, видите, тоже такая есть, verified. Нужно, так сказать, принять для себя тяжелое решение. Почему это решение является сложным? Для того, чтобы участвовать в лаунчпадах на Binance, вам нужно обладать токеном BNB. И есть такая уже историческая практика, что когда начинаются лаунчпады, все стараются купить как можно больше BNB, чтобы как раз получить аллокацию. И, исходя из этого, цена на токен улетает в небеса. Даже сейчас, если посмотреть под такой слегка обычный рынок, цена монеты уже 350 долларов приблизительно. Ну, правда, 344, не буду лукавить. Но, тем не менее, это довольно-таки много. И для того, чтобы просто хотя бы иметь возможность поучаствовать в лаунчпаде, вам нужно иметь на счету хотя бы 0.1 BNB. Также ваши BNB должны лежать только на спотовом кошельке. И минимальный баланс по BNB не должен быть ниже 0.1 BNB к моменту расчета. Также, что очень крайне важно понимать, если вы решите купить BNB просто последний день, то вам все равно не дадут возможность поучаствовать в лаунчпаде, потому что они делают скрин каждый промежуток времени. То бишь, например, со вчерашнего числа начался как раз лаунчпад, и теперь даже я сегодня буду покупать BNB, чтобы не затягивать. Потому что здесь считается среднее соотношение ваших BNB за промежуток времени. И тогда вам нужно будет покупать либо больше BNB, либо же наоборот не участвовать тогда в лаунчпаде. Вам просто не дадут возможности. Для более подробного объяснения, даже используя для вас Google таблицы, лаунчпад начался 17 числа. Например, в первый день вы не купили ни одного BNB, но решили купить его так же, как и я сегодня. Например, это будет сумма 0.1 BNB. И этот 0.1 BNB будет лежать у вас до 22 числа. Но видите, в чем суть? Ваш средний баланс по BNB должен быть больше 0.1. И исходя из того, что мы видим сейчас, даже я, если куплю сегодня 0.1 BNB, я все равно не пройду на лаунчпад, потому что у меня среднее количество будет равняться 0.08. Исходя из этого, нужно покупать даже сейчас минимум 0.12. Однако я его перестраховался и купил где-то 0.15. И в текущей реальности даже сейчас это порядка 50 долларов. Поэтому, ребятки, примите решение правильное, подумайте. Потому что крайне вероятно, если вы не выиграете аллокацию, вы все равно можете потерять здесь деньги. Поскольку, как только аллокация закончится и вас выберут, либо не выберут, то BNB просто полетит вниз и все будут его продавать. Далее, как только вы купили все BNB и у вас уже все есть, QoS пройден и вы все уже спокойны, вам стоит теперь только ждать. 22 марта приблизительно в 7 утра. Возможно, по вашему времени это будет немного другое время. Да и, возможно, здесь указано какое-то не мое время. Но, тем не менее, 22 числа будет расчет балансов и выбор случайных пользователей. Если вы попадете в данный пул, вам нужно будет купить монеты на эти BNB. Либо же вам их дадут просто аллокацией, каждый раз по-разному бывает. Либо же, если вас не выберут, тогда у вас просто останутся BNB и вы сможете сразу их продать. Поэтому будьте на чеку. Тут в любом случае надо быть очень быстрым. Потому что даже если вам выдадут аллокацию, а как мы видим, полный дистрибьюшн происходит приблизительно за 4 часа, вам нужно быть одним из первых, кто успеет продать монетку и успеет на этом заработать. Так или иначе, репзи, лаунчпады на Бинансе обычно дают дофига иксов. Поэтому не скипайте данную акцию. Крайне вероятно, можно выиграть неплохие копеечки. Более подробно о самом проекте, который участвует на лаунчпаде, можете прочитать как на странице лаунчпада, так и, в принципе, на их официальном сайте и в их фейтпейпере. Тем не менее, проект выглядит очень интересно. Я бы, наверное, даже набирал эту монетку на долгосрочный спот. Но 100% не по цене, которая будет в момент листинга. Так или иначе, после листинга цену укатают, но это уже разговор немного другого характера. В общем и целом, в акции будет разыграно целых 100 миллионов монет. Поэтому, ревзи, не скипайте данную возможность, обязательно переходите и участвуйте. Ревзи, не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. Это крайне важно для нас, это помогает нам продвигать наш канал. Также не забывайте про телегу, там сейчас идут очень бурные обсуждения по одной из игр. Поэтому, ревзи, переходите, подписывайтесь, будем с вами на связи. А с вами был Рус и канал Бабкина Крипта. И самое главное, не теряйте свой кэш. Редактор субтитров А.Семкин